Сотрудники Управления социальной защиты города Каспийска активно обрабатывают документы заявителей на социальные контракты для начинающих предпринимателей. Социальный контракт – это государственная помощь для ведения своего бизнеса, поддержки в тяжелой жизненной ситуации и трудоустройстве. Для того, чтобы стать получателем этой государственной социальной помощи, нужно, чтобы он подходил, прежде всего, под критерии, которые в постановлении нашим указаны, и средний душевой доход семьи на каждого члена семьи не превышал установленный в этом году прожиточный минимум на душу населения – это 14 062 рубля. В приоритете для заключения социального контракта стоят многодетные семьи и семьи, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Именно в этой категории было больше всего заявителей. Начальник отдела социальной поддержки Управления социальной защиты Каспийска Аминат Гаджимирзаева рассказала о том, как проходит реализация социальной поддержки по данному направлению. Гражданин получает в течение шести месяцев прожиточный минимум для трудоспособного населения – это 15 038 рублей для того, чтобы приобрести продукты питания, необходимую одежду, школьные принадлежности. В течение шести месяцев он получает от государства такую помощь и отчитывается по этим целевым расходованию этих денег. Всего по этому направлению было заявлено 630 обращений, а 28 из них заключили социальные контракты. Это установленный лимит для города Каспийска. Кроме того, граждане, которые хотят трудоустроиться, также получают выплату при заключении социального контракта. Они получают у нас выплату при заключении социального контракта, одну выплату, и три выплаты, помимо своей зарплаты, они получают после трудоустройства. Контракт действует в течение 9 месяцев. В течение 9 месяцев, если он трудоустроился, он помимо зарплаты получает точно так же выплаты. По направлению ИП было заявлено 288 обращений, из которых 56 были одобрены. Для реализации данного проекта заявитель обязан презентовать свой проект и согласовать его с межведомственной комиссией. Комиссия межведомственная, в состав которой входят представители разных общественных организаций, разных муниципальных организаций, заседает и изучает бизнес-план заявителей. На самом деле ли семья находится в тяжелой жизненной ситуации? Готов ли заявитель реально работать и сам самостоятельно выходить из этой ситуации, изучает вот эти все вопросы и после этого принимается решение? После заключения социального контракта отдел социальной защиты города активно ведет работу по проведению проверок в осуществлении реализации проектов заявителями. Так, некоторые каспичане, которым удалось получить социальную поддержку, рассказали о своем пути. Я как мать-дядечка иду, и находилась в тяжелой ситуации, и мне нужен был какой-то основной доход, должен был обеспечивать себя и ребенка. И вот получилось, что обратилась, меня приняли, поняли и помогли. На сегодняшний день Гульжанат имеет свой небольшой бизнес, на котором зарабатывает и обеспечивает свою семью. Также свою социальную поддержку получил и Кемран Нуров, который давно мечтал об открытии алмазного сверления, но никак не получалось. Я узнал об этом от своего брата. Он в Махачкале воспользовался этой госпрограммой и мне посоветовал тоже в этом поучаствовать, получить на открытии своего дела. Честно говоря, не с первого раза, потому что с моей стороны были кое-какие упущения, кое-какие справки я не додал, но бумаги все собрал, со второго раза, как говорится, все прошло нормально. Отметим, что всего на реализацию проекта для начинающих индивидуальных предпринимателей полагается порядка 300 тысяч рублей. Продолжение следует...